Христос воскрес! Боистос воскрес! Молодцы! Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о Вечности, потому что здесь много безобразий. Голые валяются, ругаются. А мы показываем вот эту книгу. Вот, смотрите. Чтобы люди верили написанному в ней. Такая толстая книга. Какая-то и должна быть. У меня вообще где-то вот такая вот. Ну, хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Нет. А, нет. Попроведств. Можешь мне? Попроведств. Попроведств. Мы рассказываем о Христе Иисусе, как Господь умер за грехи людей, призывает к покаянию грешников, чтобы люди жили по заповедям Божьим, что после смерти не оказались в аду, а были в Царстве Небесном. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А исповедаться можно? Я знаю, да, исповедаться можно, или вы не бабушка? Что можно? Исповедаться. Нет, да у вас там храм есть, исповедуйтесь, сходите. И твоим скажут, что я курил травку, исповедуйся. У вас там церковь есть? Да. Ну, вот сходите туда, и там священники есть, вы подойдите к ним. Спасибо вам большое. Слава Христу. Слава. Воскрес. Здравствуйте. Христос воскрес. Спасибо. Вы не знаете, что отвечают на это? У нас Пасха, 40 дней. Будут приветствовать этими словами. А я не могу такой. А вы знаете, что такое мусульмане? Еще бы. Вот посмотрите. Вот у нас книга есть. Нет, пока. Спасибо, Господи. Христос воскрес. Христос воскрес. Не помню. Вы не знаете это? Здорово. 40 дней приветствуется Христос воскрес. А люди отвечают, воистину воскрес. Я же на ваше салам алейкум-то отвечаю. На алейкум-то отвечаю. Вот так. Вот у нас книга, которая говорит о том, что Христос воскрес. Нет. Прямо, что Он умер за наши грехи, Христос. Умер за наши грехи. Для тебя хорошо. Да. А вот вы, наверное, читаете эту книгу, да? Да. А вот что написано здесь? Это перевод, перевод. Вот тут и оно, перевод. Тарджима это написано. Господь дал радость спасения человека. Бог возлюбил мир и отдал за нас Сына Своего, который умер за наши грехи. Чтобы мы жили для праведности. Всем возвещали путь спасения. Здесь, на этой рулетке, тут безобразие всякое творится. И мы пришли, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, и что за все придется отвечать. Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Иисусу Христу! Мы сюда пришли, чтобы людям рассказать о Боге. Считаем им Евангелие и Псалтерь. Может, у вас какие вопросы есть, касающиеся души, спасения, жизни? Все вроде понятно, да? Вы можете зайти на наши ресурсы. У нас очень богатый видеоканал. Называется «Во свете Библии». Там у нас 15100 роликов. Много. А зачем столько? Мы строим православную деревню. Большие миссионерские поездки. У нас все это отпечатлено. А где вы строите деревню? Алтайский край, город Барнаул. От него 150 километров. Далеко. А вы знаете, что в стране погублено полностью 21 тысяча сел, и 10 тысяч вот-вот закончатся. Там один-два человека. Мы получили землю, статус официально, зарегистрировались, и теперь строится православная деревня. Чтобы мы разговаривали с кем-то первый раз, он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это чтобы жить в деревне. Да. В деревне-то лучше жить, чем в городе. В городе что, человек валяется, и ничего у него нету. А ты там лег даже спать, курочка ходит, клюет, прибавляется. Корова траву жует, молоко. Все свое, не отравленное. Ребятишки играют, они не развращаются. Свои. Своё озеро купаемся. Храм построили. Ну, правильно. Да, но надо думать о том, как дальше жить, по слову Божию. Если вам есть желание зайти на наши ресурсы, зайдите, называется «Во свете Библии». Ютуб-канал «Во свете Библии». А если вы думаете по скайпу побеседовать, зарядите Игнатий Лапкин, это я, и вы меня сразу найдёте. Я один под этой фамилией, именем. Мы желаем вам дать то богатство, которое имеем. Мы его не один год готовили. Ответить на вопросы. Ну, с Богом. Христос воскрес. Воистину воскрес, Деда. Молодцы, вот. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. А вы оттуда проповедуете? Поповедуете. С какого рода? Потому что здесь безобразие много творится. Здесь собрались сексуальные маньяки. Раздетые мужики валяются. Анонизмом занимаются, совокупляются. И мы им решили рассказать о Боге. Ну, жги, отец. Так что? Так что? Жги, отец, говори, давай. Из какого города вашего? Город Барнаул, Алтайский край. Мы в Бурятии. А мы строим православную деревню. Деревню. Отдельно. Отдельно. Ну, в Барнауле строите? Ну, 150 километров от Барнаула. Вы строили, да? Как вы строите? На какие средства и вообще как у вас это получаете? Вы далеко от микрофона. Вас плохо слышно. Так, еще раз добрый вечер. На какие средства вы эту деревню строите? И как это у вас все получается? Ну, как вот. Мы, в первую очередь, должны сказать статистику. Уничтожено 21 тысяча сел. 21 тысяча. И написано, 10 тысяч дышат на ладан. 2-3 человека в них. А там наше родное село было. Мы подали заявление в Краевую администрацию. Рассмотрел совет. И вынесли решение. Крымая администрация, депутаты Единой России сидят. В чем причина? Как вы на мыть? Почему такой беспредел? Ну, я еще тот вопрос вам не ответил. Как мы решились на это дело? Было непросто. Землю получить очень непросто. Мы получили. Все еще борьба идет. Но уже все. Деревня строится. У фермера одного у нас 450 гектаров. То есть земли маленько есть. Тут в Алтай-то земли много. У нас соседняя деревня наша знакомая. У него 6700 гектаров. Я вас услышал. А почему вы сами рассказываете, что вы в интернете, наверное, постоянно все это видите? Саду Макамора, да, везде как бы, да? Ну, грубо говоря, да? Причина вот этого всего. Как вы в этом все видите? А вы знаете, когда Александр Исаевич Солженицын получал Нобелевскую премию, он говорит, я еще в детстве слышал. Старики говорили, люди забыли Бога. Отсюда все. Ну, а вы, а вот это вот то, что сейчас в РПЦ происходит, там, то есть, и, как бы, веком, вот эта власть Гундяев, он что, я не православный человек, который ездит с охраной, у которого там непонятно, на какие миллионы куплены на себя движенность, ну, что, как бы, православный человек... Ну, давайте, давайте, мы о Гундяеве будем, мы о Гундяеве будем говорить сейчас день и ночь, 100 часов, ничего не изменится. А мы конкретно построили храм, мы его упоминаем в молитвах, но мы живем бедно, бедно, но красиво, интересно, детей сами воспитываем, пища вся чистая, пруды делаем, дороги, государство ни рубля не дало. Я начальник детского лагеря. У вас православие правоверное, да? Ну, официальное православие, официальное, которые храмы открыты. Ну, двумя перстами грезитесь, значит, двумя перстами грезитесь. Так, что сказали-то вот от... Двумя перстами грезитесь, дремя отец. Вы. А вы в Бурятии от Хакасии-то недалеко. Недалеко. Недалеко, в Хакасии. Далеко? Далеко. Мы на Байкал, Байкал, Байкал. Ну, были мы там. Были мы на Байкал. Мы были там. Мы были там. Байкал, где Байкал? Я знаю, знаю. У меня вышло из печати 38 томов книг, и мы развозили, дарили в библиотеке. И мы там были в Бурятии, Улан-Удэ. Улан-Удэ. Веченевы были, наверное, да? Да. Мы дошли до Владивостока. Дошли до Владивостока, потом вернулись, забросили контейнеры книг туда, и дошли до Лиссабона. При Балтии, Куськандинавии прошли Турцию. И везде дарили книги. Ну, и, да, да, все, конечно, прекрасно, хорошо. Ну, и как вам все там, ваши деятельности протекают в Барнауле там у вас, как там все происходит? Ну, понимаете, вы когда с нами разговариваете, тут надо поправку делать. У нас все искренне верующие. И мы не мстим людям. Благодарим Бога. Мы молимся за патриарха. А так я знаю, что да, он живет богат, а то другое. Меня это не касается. Что нас еще, говорит, в глазе брата смотреть, когда в своем глазу бревно не чувствуем? А вот смотрите, мы зарегистрировали две общины, две общины у нас. И у нас нет ни с тарелкой не ходят, ни крич за крещение, нигде ни за что деньги не берутся. Вот это вот истинная вера, как бы истинная церковь строится на подаянии, правильно же? Ну, как оно должно быть? Ну, у нас как, допустим, брат, он священник, мой родной брат священник. Он держит овечек, почти 100 овечек. Жена агроном. У нас с тарелкой не ходят. Мы все работаем. Вот мне сколько лет вы думаете? Мне сколько лет вы думаете? Мне сколько лет вы думаете? Мне сколько лет? Какой мой возраст? Ваш возраст, я думаю, лет 70 плюс? 80. И мы все работаем, работаем сами, своими руками дома строим, храм, школу, дороги. Государство ни рубля не дало. И все равно работаем. Пруды восстановили, рыбу разводим. Все свое. Если вы волнуетесь на патриарха, почему же он не как бы с федерального со своего кармана? Не надо, не надо. Это все... Дармовщинка это не поможет. Надо работать. Мы работаем. Вы сами говорите, волнуетесь на патриарха. Вы выслушаете на патриарха, если вы должны на лице Бога? Нет. Он не даст, во-первых, еще я буду его мучить-то зря. Мне кажется, он самый первый древний, который, мне кажется, это генериал. Ну, мы знаем, как они живут. Мне зачем за ними смотреть? Мы за него молимся, и все. Мы молимся за правителей мира, за всех, чтобы не было покушения, чтобы издавали мудрые законы, чтобы страх Божий имели. Владимира поменяли. Может, не меняется, и будет все так же, как оно и есть, такая же будет утопия. Ну, понимаете, мы вам говорим практика, не утопия. Мы это молимся каждый день. Молимся за Дональда, за Рамзана Кадырова. За... Рамзана Кадырова еще молитесь? Каждый день. За Эрдогена, этого, турецкого, чтобы не было войны. За войны. Во-первых, человек, который... Ну, давай, давай, что делать-то? Что пойдем? Покушение на них делать? А почему за ним покушение? Вот, смотрите, в этой книге, в этой книге говорится, молитесь за старей за начальствующих. Отец, ты извините, пожалуйста, можно вам вопрос задать? Можно. Можно. Когда мы в храм, допустим, приходим, да, почему мы должны платить деньги за свечи, за воду, за святую и так далее, и так далее? Вы не платите и не берите, никто не заставит вас. Как не заставит? Ну, ты пройди мимо, я никогда не беру. В храме торговлю Христос выгнал. Выгнал продающих и покупающих. У нас храм построен. Я вам отвечаю, что у нас торговли нет в храме, и с тарелкой не ходят. Свечи, деньги купили, воск, сделали сами свечи. Спасибо.